Всекитайское собрание народных представителей впервые в истории выпустило документ, напечатанный рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это событие стало еще одним шагом к развитию безбарьерной среды, которая отстаивает Ван Юн Чен, первый незрячий депутат в главном законодательном органе страны. Депутат Ван Юн Чен выступил с четырьмя инициативами, и мы хотели, чтобы он узнал об их реализации в те же сроки, что и другие парламентарии. Поэтому мы связались с ответственными ведомствами и вручили ему их ответы в новом формате. Это первый подобный опыт. Мы планируем усовершенствовать рабочие механизмы, чтобы без помех взаимодействовать со всеми депутатами, независимо от их индивидуальных особенностей. По словам народного представителя, его главная задача в парламенте – защищать права 85 миллионов китайцев с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, наши ведомства смогут воплотить в жизнь закон о безбарьерной среде. Тем временем я продолжу исполнять свои депутатские обязанности и изучать проблемы людей, чтобы выступать с качественными целевыми предложениями. Ван Юн Чен стремится расширить перспективы трудоустройства и образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативы депутата уже попали в национальный закон о создании безбарьерной среды, который вступил в силу в сентябре. «В этом семестре мы выпустили 13 учебников с увеличенным шрифтом по 9 предметам. В будущем мы продолжим продвигать инклюзивное образование, чтобы слабовидящие ученики могли учиться в обычных классах и школах». Новые введения затронули и парламентскую работу. Чтобы Ван Юн Чену было легче в ней участвовать, ему выдали специальный ноутбук для незрячих. Теперь депутат хочет сделать такие устройства общедоступными.